Радио про формула, если ваша стихия скорость Побеседуем Радио про формула Плюсы в этой ситуации мы придумали расширить наши встречи Сегодня у нас еще кроме Виталия еще есть Анастасия Макова Я вас, ребята, приветствую Добрый вечер, очень приятно Добрый вечер Ну, не секрет, наверное, для кого, кто ждал наш эфир Что сегодня мы будем общаться не только о вас, но и вообще о той дисциплине автомобильного спорта Которую вы представляете Это любительские гонки Но все-таки, прежде всего, учитывая, что, ну, признаюсь, для нас любительские гонки Как таковые немножко тайна там, да, а шестью печать Соответственно, те, кто там выступают, у нас тоже люди малоизвестные Это наша, конечно, проблема Но мы потихоньку справляемся В сторону вашу смотрим Мы вас зовем, будем со мной общаться Поэтому, с вашего позволения, немножко коротенько о себе расскажите Но, пользуясь случаем, что вы все-таки иногда бываете экипажем Я о вас впервые услышал, по-моему, когда вы были экипажем на «Легендах Крыма» Наверное, пару лет назад Была такая интересная гонка Вы там, кажется, ее выиграли И вот тогда я обратил внимание на вашу яркую, красивую машину Потом как-то опять не обращал внимания Ну, вот сейчас наши пути опять пересеклись И я бы хотел предложить вам вот от этой точки Вашей встречи, когда вы вместе познакомились, да, как-то там Решили выступать вместе Когда это было? Можете вспомнить? Как давно это было? И как это было? Началось это в 2011 году У меня тогда был Mitsubishi Lancer Revolution с синего цвета И на чайке собирались проводить мероприятие Битва Subaru против Mitsubishi Известный холивар, да? Да, собирались Mitsubishi Evo против Subaru Imbraza STI И я собиралась принять участие И попросила, как бы, немножко Виталия меня потренировать Ну, а до этого, значит, уже как-то вы друг друга узнали? Через клуб владельцев Mitsubishi Evo Кто порекомендовал, да? Да, это очень такое специфическое транспортное средство Люди все друг друга знают Теперь вот от этой точки, когда вы встретились, пересеклись Давайте немножко отступим назад Ну, не знаю, там, на такое расстояние, когда вы еще не были в автоспорте Ну, например, там, лет 5, да? Нормально? Ни один из вас за 5 лет до 2011 года не был в автоспорте? Настя, может, уже и была До 2011 нет То есть за 5 лет? Не была Вот давайте вот вспомним, где вы были вот в то время 5 лет назад до точки вашей встречи Чем вы занимались? И таким образом мы, наверное, поймем, каким образом вы упали Вот в эту колею Может быть, да, 2006 год получается, да? 2011 минус 5 Ну, 5-6 там не будем Да, я мечтала про первую машину Очень-очень сильно хотела В 2005 году я сдала на права И на тот момент Да, только собиралась Потом в 2007 году Так случилось, что у меня появился собственный автомобиль Конечно, подержанный Старенький, но собственный Запорожец? Нет, это был Митсубиши Кольт Я все ищу того, кто Так же, как и я, начинал с Запорожца Вот, ну, это то же самое, Запорожец Ну, не на своей А что Виталий делал 5 лет до встречи? Ну За 5 лет В то время как раз, в принципе Ну, к автоспорту тоже никого отношения не имел То есть до этого, в принципе, катался там на разных своих машинах То есть там пытался что-то там Ну, это как увлечение, тренироваться Как-то повышать свои навыки Разные свои машины, да что? Да, их много было То есть были, в общем-то Начиная там вот первые там шестерки Потом семерка, девятка Форд Сиера, Фонта Си Ну, то есть, в принципе Как перчатки? Ну, в принципе, стаж у меня достаточно большой Я ездить начал в 16 лет, поэтому машин прошло много Ну и по-настоящему на такой более-менее спортивной машине Собственно, до Эволюшина и не было И в то время, скажем так, еще только шел к этому Там собирал какие-то там средства, мечтал Ну, то есть, примерно так Ну, сесть за руль спортивного автомобиля У каждого из вас была такая мечта? Ну, в общем-то, да То есть, покупка машин уже была такая более-менее обдуманная То есть, уже пришло понимание, что все машины, которые были до этого Это так, собственно, для передвижения по городу Они там позволяют что-то делать Но это, в общем-то, далеко от того, что позволяет От совершенства Ну, не от совершенства, но хотя бы там что-то близкое Более-менее там приспортивное, скажем так То есть, и уже были какие-то там цели Что-то более-менее из того, что могло быть досягаемое Это, естественно, были там какие-нибудь там Subaru STI и Evolution То есть, ну, это та машина, которая уже, в общем-то, по-взрослому едет Ну, еще более-менее доступна То есть, получилось, что вот на момент вашей встречи у тебя тоже был, да? Нет, то есть, как раз, ну, во время встречи уже был Но буквально там за, как мы там отступали пять лет назад В то время еще не было А было Subaru? Нет, Subaru не Аааа! Жалко! В моем случае я просто хотела ездить Причем так уже во взрослом состоянии, возвращаясь там в какое-то детство А я вспоминала маминой рассказы Потому что вот, когда мы там маленькая была И меня брали с собой в парк аттракционов То мне там ничего не надо было Только машинки, знаете? Да, я читала это интервью Вот мама, хочу еще машинки И это было все Потом, как бы, просто очень сильно хотелось за руль Но ситуация так складывала, что села я за руль Только уже в очень взрослом состоянии И тогда пришла мысль Что я хочу научить водиться машинно так Чтобы никто не сказал, что там вот за рулем девушка, которая не умеет ездить Если культурно Да, и в этом помогла танировка на первом автомобиле, да? Да, вот, как бы я четко помню этот момент, когда машина появилась И я такая, все, клуб владельцев Митсубиши Google Нашла, нашлись ребята Как бы там какие-то, да, совместные занятия Выезды на автодром в Киеве, в Феофане Кстати, очень многие даже не знают, что в Киеве есть такое место Куда можно легально приехать, заплатить весьма гуманную почасовую оплату И тренироваться сколько влезет Благодаря усилиям Леонида Леонова, который все это дело держит, сохраняет И оберегает от захвата рейдерского Мы как-то с ним были У нас был эфир У нас был эфир, а потом после эфира мы еще Ну, час был, наверное, или даже полтора эфира А потом еще столько же мы стояли Уже прощаясь, и тогда столько всяких мы наслушали из истории Про то, как пытались разные люди наложить лапу на эту Феофаню Но он... Место лакомое Да, но зато он сохранил его для спортсменов Хорошо, изначально у вас было... У каждого из вас была своя цель Один искал помощь, второй эту помощь предложил Как возникло желание сформировать экипаж? Я ездила штурманом еще до того, как мы познакомились с Виталием То есть вот в Митсубиши клубе Там, по-моему, в 2010 году Впервые приняла участие в ралли «Чайке» в качестве штурмана Тогда я ездила там с пилотом на просто Митсубиши Ланцер Без приставки Evolution Магические приставки Да, и такая вещь... Все хотят быть пилотами, а штурманов мало И так, собственно, как-то вот и сложилось Что Виталий предложил поехать с ним То есть я уже воспользовался опытным штурманом Мой же там дебют был, в общем-то, в так называемом... Ну, кстати, да, это, в общем-то, была ралли «Чайка» По-моему, это был в 2011 год и был тоже Да, да, я не знаю Да, причем это была зимняя В общем, самое сложное, что можно придумать для любителя И тогда я ехал через одного знакомого Нашел другого знакомого Это Александр Рочняк, привет ему Ну, то есть это тот человек, который тоже ездил Где-то уже в любительских ралли И, в общем-то, вот это была перводебютная онка То есть она была, конечно, такая То есть с какими-то приключениями С заездами в отбойники То есть там, ну, в итоге доехали как-то там Я просто прозевал, машина своя была в отбойнике? Да, это уже, в принципе, была как раз Уже куплены Evolution, причем Можно было рифтовать Буквально уже через там полгода после покупки То есть это была уже первая проба, так сказать Ну, тогда все закончилось легко Да, там чуть-чуть побитый бампер То есть ерунда Ну, как бы все равно Не перехотелось Нет, наоборот, даже стало гораздо интереснее Ну, а были вообще в ваших карьерах Какие-то вот такие суровые крыши? Нет, не было Суровых не было Один раз на тренировке на «Чайке» вместе с Виталием Там это было, я там допустила небольшую ошибку И чуть-чуть прогулялись по обочине Но это тоже там закончилось максимум поврежденным бампером Значит ли это, что вы ездите не в полную силу? Я точно пока нет Да, я думаю, что в принципе все любители за головой ездят с каким-то определенным запасом постоянно Ну, с другой стороны, наверное, вообще все ездят с запасом То есть даже профессиональные гонщики Потому что все-таки прежде всего нужно доехать Ну, любителей это, наверное, все-таки больше Потому что каждый всегда понимает, что машина своя, одна То есть и ремонт будет стоить дорого И поэтому, наверное, запас всегда какой-то имеется С запасом можно ездить и по обычным улицам Выезжая на «Чайку» уже хочется приблизиться максимально близко Тут имеется в виду тот запас, когда, допустим То есть это где-то вот в повороте там, где можно было не приспускать газ Ты немножко приспустил Ну, то есть это мелочи То есть оно в итоге все выливается там в какие-то несколько секунд Что, в общем-то, для соревнований может и существенно Но это не отражается там кардинально на результате Но, тем не менее, это как бы там дает какую-то немножко больше уверенности психологическую В том числе, что все-таки Ну, то есть на сто процентов, наверное, рискуешь очень редко Ну, по крайней мере, я так ищу Вопрос такой традиционный у меня А вас кто-то тренирует, ну, из профессионала, может быть? Вы кому-то за советом обращаетесь? Или вы все познаете своими пробами, ошибками, бамперами? Ну, меня тренирует Виталий Ну, а Виталия? Ну, в принципе, я скорее самоучка То есть у меня очень большая база, скажем, теоретическая Я много увлекался, читал То есть это в ходе того, что одно время увлекался виртуальными симуляторами Там тоже была очень хорошая база по настройкам автомобиля По, в общем-то, по телеметрии Ну, в общем, все, что есть в профессиональном спорте То есть только все это в какой-то там виртуальной области Но это дает хорошую базу знаний А дальше уже только желание и, в общем-то, бесконечные тренировки, попытки, пробы У нас есть с моим коллегой, Жерайером Груняном, есть такая мечта Организовать виртуальный чемпионат Параллельно с чемпионатом Украины по кольцу Организовать виртуальный чемпионат Украины по кольцу То есть я вижу, один пилот уже есть Дополнительно к тем, кто уже изъявил желание выступать Вспомнить молодость Хорошо, а вы же не только экипаж, вы же еще и выступаете отдельно Да, в тайм-атаке в том же Да Я просто не в курсе, вы же в разных классах или в одном? Теперь в очень разных А был период, когда выступали в одном? В тайм-атаке нет, да, в тайм-атаке даже, наверное, нет Наверное, как раз я вот только продала эволюшн, когда тайм-атаку учили проводить То есть с соперниками не побывали на трассе? Ну, в данном виде Я Виталию не соперник Как знаю, всякое бывает Ну, постепенно дворяешь Ну, да, еще две секунды, только мы оба знаем, сколько в этих двух секундах Хорошо, а какая у вас цель? Как люди идут, ради чего идут в любительские гонки, развивают вопрос Что это вообще такое любительская тусовка? Это что? Это соперничество друг с дружкой непременно Либо это общение, либо это обмен опытом Либо это, там, взаимопомощь какая-то Либо Это, наверное, все то, что вы перечислили по чуть-чуть Не, понятно, что все по чуть-чуть А хотелось бы вот что-то такое самое Ну, для меня это в первую очередь самоактуализация То есть это, там, та бесконечная цель, которую невозможно достичь Потому что процесс важнее, чем непосредственно достижение цели И для меня лично автоспорт – это такая, в общем, очень серьезная работа над собой Потому что я, скорее всего, была бы не очень хорошим водителем Если бы не начала заниматься этим От природы нет особой склонности Но вот упорным трудом удается добиваться результатов И в последнее время уже удалось каких-то результатов достигать достаточно стабильно Конечно, там, до совершенства далеко Но, тем не менее, определенный уровень появился Хотя был момент, когда даже Виталик говорил, что, ну, все, будешь кататься так просто То есть такая практическая цель, да? Да, автоспорт очень сильно помогает в психологической тренировке Потому что многие вещи, которые узнаешь там Потом пригождаются в других сферах жизни И, в принципе, ну, например, то, что повторов не бывает И если ты вышел на старт, то у тебя есть только одна попытка для того, чтобы реализовать все, на что ты способен Очень многие не осознают этого в реальной жизни Ну, потому что, там, нам разрешают пересдавать экзамены Знаете, как, там, можно попросить прощения, переделать и так далее Второй раз в этих ситуациях Да, 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 что-то в этом роде Здесь нет второго раза Здесь есть старт, финиш Ну, второй этап, может быть, еще Да, но если это серия, и ты завалил первый этап То шансы на успех в серии тоже, как бы, страдают Да, поэтому это очень серьезное умение, которое сильно помогает То есть, кроме практической стороны опроса, есть еще желание Одолеть своих коллег Дух соперничества Ну, это тоже, конечно Виталий Не, ну, да, естественно В первую очередь, что ищет Виталий за рулем спортивного автомобиля Ну, для меня это просто, наверное, какое-то увлечение, которое началось еще с детства То есть, просто нравится автоспорт Если я начинал смотреть, там, еще во времена, там, Сены Мэнсела, Формула-1 Потом уже улегся, в общем-то, всеми сериями, там, кузовами, картингом То есть, нравилось все То есть, ну, как бы, причем, даже Наскар смотрел, который, в общем-то, многие ненавидят американскую серию Потом, естественно, это пытало, были какие-то попытки, то есть Повторить, подражать Собственных тренировок Не, ну, подражать, подражать, это для этого нужно Иметь на чем, то есть Естественно, как-то хотелось самостоятельствовать И самому, как водителю, то есть, там, даже на той технике, которую, там, на тот момент имел Естественно, там, увлекался картингом, там, когда он только появился Здесь у нас, в Украине, наверное, прокатный То есть, я, там, был один из первых Потом Ну, и, то есть, по итогу тоже потом так затянуло, что Сам процесс нравился То есть, хотелось как-то совершенствоваться Становиться быстрее, лучше Подсели на иглу Да, в какой-то степени То есть, просто в свое время, там, скажем, профессиональный спорт не пошел То есть, хотя попытки были, там, занимался и Этих ДСАФ, разные школы картинга и мотокросса То есть, ну, правда, это все было недолго, потому что Глупый был в детстве И, как бы, не понравилось, если крутить гайки, ушел То есть Да, ну, а дальше уже, как бы, как-то это не сложилось То есть, там, попытки были, ну, все равно как-то в сторону Ну, туда-то туда и вообще С профессиональной дорогой не получилось Ну, желание всегда было, поэтому, наверное, так оно до сих пор осталось И вот в клубах, в эвиках, да, суббористах, вообще в любительском спорте все такие Все как на подборах Я думаю, что все гораздо разные Для некоторых это просто, там, чисто какой-то, там, вид досуга Для кого-то это, может, тоже как-то более связано Ну, где-то есть типовые портреты? Ну, для кого-то это, может быть, больше тусовка Знаете, как вот именно некоторые люди даже с придыханием говорят Поедем сегодня на чайку Вот, то есть Для них это что-то такое Это не кому-то говорят? Да, то есть В глазах своих же, там, коллег, которые не занимаются ничем около автоспортивным Они выглядят Статусно Да, да, там как-то Что вот Нестандартное хобби, в первую очередь Я-то уже особенно наслушалась вопросов А почему автоспорт? Ой, а как ты до этого дошла? Да, вот сегодня опять те же вопросы Ничего страшного Ну, в целом, Костяк, наверное, все-таки это люди, которые Энтузиасты Так или иначе, да, то есть энтузиасты спорта, им нравится И, как бы, ну, то есть Для каждого из нас, там, в первую очередь, цель совершенствования себя Понятно, соперничество, борьба, общение Там какие-то моменты, которые возникают на соревнованиях или тренировках Когда там какие-то включаются нюансы по взаимопомощи У любителей с этим попроще У любителей бывает, что всем сервис-парком кому-то там гайки крутят Ну, это и бывает у профессионалов Ну, не так часто Ну, просто если все поломались, одному соревноваться неохота Поэтому есть смысл помочь, чтобы соперники вышли Побороть их в честном бою А есть такое среди любителей, что вне трассы друзья, а на трассе, ну, скажем, более жесткие друзья У нас же не бывает контактной борьбы никогда Ну, то есть у нас исключительно Не, ну, наверное, эмоционально какие-то происходят, там, какая-то внутренняя борьба Есть, есть, конечно Зависть какая-то, да, или там злорадство Есть, наверное, и зависть, и злорадство Есть, наверное, какая-то чисто вот такая более какая-то честная спортивная борьба То есть я думаю, все это может, оно каких-то не таких, скажем, масштабах, как это происходит у профессионалов Там, где все-таки, ну, ставки немножко другие Ну, все присутствует, все люди А есть такие примеры, когда люди ознакомятся там, а потом дальше вместе Либо формируют экипаж, либо, не знаю, это личник общества Насколько это, ну, действительно сближает? Ну, наверное, мы являемся примерно таким примером Автоспорт как крайне специфическое хобби предполагает, да, что либо Люди с одинаковым диагнозом друг друга легче понимают Да, значительно, потому что очень много примеров, когда ребята начинают этим заниматься А потом по семейным обстоятельствам А, как правило, эти семейные обстоятельства выливаются в то, что Ты опять заказал себе такую-то деталь за столько-то денег, а где моя новая шуба? Вот так все и заканчивается А как попадают люди вот в этот круг, в эту касту? Понятно, набирают Google, да, звонят, есть какие-то координаторы, есть какой-то отбор? По всей Украине есть какие-то любительские мероприятия То есть в Киеве самым таким, наверное, доступным и простым способом попасть в автоспортивную тусовку И являются трыгни на чайке Там летом регулярно на нашем единственном в стране автотраме проводятся Открытые тренировки для всех желающих И вот туда, пожалуйста, приезжайте, как бы берем шлем инструктора и вперед Никакого отбора, фейс-контроля? Ну, новичкам, новичков обязывают взять с собой инструктора Инструкторами там работают кольцевики Не-не, ну это спортивная часть А, например, узнать, кто человек Например, если он с дужком, не привязать в свою семью? Не, ну это же бизнес То есть как бы трех день и трех день заплатил деньги, купил страховку Ну а для вас, для тех, для кого это не бизнес? А здесь, не, ну там Вас спрашивают, ну что, берем этого человека или не берем? Да, такого нет Да, такого нет, во-первых, там же много различных акцент-клубов От которых тоже, как бы, приходят люди Человек, допустим, там, приобретают, ну, допустим, так же, как у нас Это, на примере, там, уже Эволюшн Ну, есть Хонда Цивики, например Там клуб Хонда, есть там, не знаю, все, Сеаты, еще какие-то машины Ну, то есть, каждый клуб, естественно, что каким-то, то есть, начиная там изучать какие-то специализированные форумы Он уже находит информацию о проводящихся соревнованиях, там, о тех же трех днях и так далее Уже с какими-то своими, там, как это сказать Одноклубниками Одноклубниками, да То есть, приезжает, а уже дальше там непосредственно формируется уже какая-то, не знаю, там, свой костяк людей Которые там, скажем, этим заболевают и уже увлекаются Ну, потому что есть люди, которые приезжают там на один-два раза покататься и больше их не видно Есть, которые ездят уже там по несколько лет Ну, машины есть у всех, да Я просто слышал, что вот 2108 клуб, там много людей, которые не имеют автомобиля, но они считают себя клаберами 2108 Есть такие Вы в клубе такие тоже, наверное, люди есть? Просто приехать на чайку, посидеть на трибуне, поболеть за вас, а потом вместе потусить Да, нет, есть такие люди, конечно И не обязательно они там принадлежат какому-то клубу Просто им как бы тусовка нравится, но сами участвовать не готовы Мы всегда рады видеть Хорошо, а вот вы говорили, кроме спортивной составляющей есть еще общение В чем заключается клубное общение? Вы встречаетесь вне чайки, опять же, упомянуто, это тоже 2108 Например, у них, ну, к сожалению, до этого сезона, до прошлого, была такая традиция выезжать на Ялта-Рали Было там целое место, где они там разворачивали пикнички, там самогонка, все как положено Вот в ваших клубах, в ваших тусовках, как происходит отдых вне трассы? Или вы произошлись по работам и все? Нет-нет, есть, конечно, досуг, который там совместно проводим вне трассы А первое место сбора – это СТО Как бы это банально не звучало Но там у одноклубников есть небольшие компании И там, вот сейчас, наверное, в зимний период точно большая часть какой-то неформальной тусовки вне трека происходит там Иногда ездим вместе смотреть формулу, опять же, в кафе к одному из наших одноклубников, вот к Антону Курзу, между прочим А иногда мы какие-то просто там… Просто встречаемся, где-нибудь там посидеть После, допустим, тренировки можем поехать, да, поужинать вместе А были у вас такие примеры, когда реально какая-то сработала взаимовыручка, там какие-то такие ситуации критические, когда вы друг друга выручали Ну, не вы друг друга, а вообще вот ваша большая семья Можете какой-то пример? Ну, вот мы просто зимой в Узин ездили и аэродром под Киевом в Узине Там бетонное покрытие, ну, как бы тогда было без снега Очень много людей попробивали колеса И обратно уехали, кто на чьих запасках Потому что у кого-то был запасной комплект И этот комплект потом там разошелся по нескольким машинам А еще более что-то драматичное Да, слава богу, нет Ну, да, такого прям драматичного ничего не было Ну, вот нам, я опять 21.08 возвращаюсь Толя Ивка рассказывала, что вот бывает такое, что в среду ночи звонят Где-то там человек попал в какую-то неприятность Он начинает гуглить, находит 21.08 Номер телефона звонит, люди выезжают, встречают Ну, такого не припомню, наверное Это потому, что у вас не было таких ситуаций Если были, наверное, друг дружке помогли Да Правильно? Да Хорошо, а вот кто вы вне трассы и вне совместного времяпрепровождения Какие у вас еще есть таланты, кроме управления автомобилем На уровне приближающегося к профессиональному? Очень-очень далеко На уровне стремящегося к профессиональному Да Как вы еще? Я работаю уже давно в рекламном бизнесе И вот, как бы, это, собственно, кроме увлечения автоспортом Это, наверное, мое второе главное хобби Я, правда, люблю свою основную работу Нахожу в ней много интересного Ну, рекламный бизнес – тяжелый бизнес Особенно, когда ты стоишь между заказчиком и исполнителем Такая своеобразная прокладка Да, надо много работать, это правда И, правда, посредники между заказчиками и исполнителями Страдают больше всех Потому что для одних мы ж лет к культуре Плачутся, для других мы мальчики для битья Нет, но самое тяжелое, конечно, последнее в пищевой цепочке Находятся продакшены Им сложнее всего, да, это правда Они всегда крайние Они не только что всегда крайние У них всегда нет времени на реализацию Потому что все остальные затянули свои сроки Да, мне-то знакомо Хорошо, вот стоит ли цель у Насти Маковой Стать, там, не знаю, чемпионкой Украины? А в каком виде спорта? В автомобильном В автомобильном? Пока что для любителей нет ни одного чемпионата Пока что Нет, ну перейди на ступень выше В кольцо поймать чемпионат Для участия в чемпионате по кольцу Нужна либо машина, либо надо арендовать машину К сожалению, пока это не по бюджету Ну, мы еще к этому вернемся То есть я к тому, что это не является главной целью жизни, правильно? Если бы были слегка, я бы принимал участие Я к чему клоню Есть второе хобби Есть любимая работа И есть возможность совместить эти две вещи Например Подружить надолго И взаимовыгодно Автоспорт и рекламу Да И сколько я в автоспорте Столько я это и пробую Но специфика рекламного продвижения в автоспорте такова Что в нашей стране слишком мало рекламодателей Которым это было бы правда интересно Так как компании или слишком маленькие Или это глобальные компании типа Red Bull У которых есть свои расписанные сверху маркетинг планы И им локальные мероприятия Уж тем более любительские Не интересны Поэтому В качестве спонсоров в Украине Могут выступать крайне ограниченные группы компаний Вот собственно поэтому Так это в крайней мере Но как-то он совсем крайне ограниченный Может быть просто Не каждый может рассказать все прелести и выгоды А уж тот человек, который знает ситуацию изнутри Наверняка может рассказать, убедить, заставить Ну заставить нет Как вы сможете заставить людей отдать вам деньги Ну дать такое предложение, от которого не возможно казаться У нас очень слабо развита медийная поддержка Любительского спорта Автоспорта вообще И уж любительского тем более Поэтому Когда ты заводишь разговор со спонсором Тебе как правило нечего ему предложить Кроме себя красивого А это конечно мало кому интересно А телевизор Что хочет телевизор У вас же много площадок телевизионных Они алчные все Как вам сказать По-разному Безусловно в рамках какой-то своей журналистской работы На ту же Чайку приезжают репортеры Я видела и новые каналы Си Ти Ви Интер Снимают То что касается освещения каких-то событий Изредка правда Но бывает А так вот На постоянной основе Чтобы иметь в виду телеканал Стан спонсором экипажа Я не представляю Что экипаж может Приложить телеканалу Чтобы все телеканалы Показывали новости Чтобы состоялся Этап тайм-атака Показывали сюжет в новостях Но вот РГ-ардизаторам Надо плотно для этого Работать с журналистами И может быть Журналисты Не согласятся Сделать это сразу Потому что Мотивация будет такая Да кому это вообще интересно А нет ли желания Заняться Вот этой стороной опроса Неким таким Спортивным маркетингом И Развивать это направление Это больше сфера пиара А я с ней никогда не пересекалась Поэтому у меня просто Нет особых Контактов и связей Для того Чтобы такими вещами заниматься Виталий Что Чем Каким талантом Похвастаешься Талантом Ну это громко сказано Ну Одно из Опять же Увлечений Которые являются Профессией Это Кулинария То есть Ну вот Люблю готовить Вот за вам Как это было Людей вроде как Неплохо Как это было Хорошо Ну это вообще Изначально Тоже одна из профессий Но просто Родители сказали Надо быть поваром Где-то из этой серии Или по-моему Я что-то сам решил Что это Мне будет удобно Всегда сыт Даже не помню Какая была мотивация То есть это Какое-то Необдуманное решение Ну Тем не менее Как оказалось Мне это в принципе То есть Как увлечение Сам интерес Был тоже всегда Поэтому В какой-то степени Приходилось Это Выразилось В чем-то Более практичным Чем просто на кухне Жарить яичницу Не Ну да Мне интересно Пробовать разные кухни То есть Я так Более Глубоко ныряю В это все То есть Не Я Профессионализм И все клоню А Ну Профессиональный сферик Это были только Какие-то там Опять же Кратковременные моменты Когда работал Но это больше Из интереса Там Опять же Изучить какую-то там Тоже тайскую кухню И так далее Довелось Побувать Шеф-поваром Нет Шеф-поваром Нет Су-шефом Нет Помощником На заготовках Нет Помощником Су-шефом Я просто люблю Сериал Кухня Это я знаю Технологический процесс Как оказалось Знаю умные слова Почему не сложилось С кулинарией Затянуло Нет А я как-то Не знаю Не ставил это никогда Целью Именно профессионально Не знаю почему То есть Это больше Всегда был Такой интерес Как увлечение Ну Насколько я понимаю За вашими Не знаю Там Не за вашими На ваших Домашних Полочках Уже много Серьезных Кубков Да То есть Вы Ставить никуда Вы становились Наверное Это не чемпионами Украины Все-таки Скорее всего Победителями Национальной серии Да И в тайм-атаке И в любительских соревнованиях Выигрывали экипажем Я просто не в курсе Поэтому расскажите Сколько у вас Высоких достижений На двоих И у каждого По отдельности Ну Кубков много Так сразу Сегодня вспомнишь Не Я имею ввиду По итогам сезона Ну Если брать Прошлый сезон То В общем-то Победа в тайм-атаке Выигранная Рали Чайка То же самое Я стала победительницей Серии В своем классе В тайм-атаке И в качестве Второго пилота Выиграли с Виталием Рали Чайка Ну все Это потолок Надо делать дальше шаг Это я возвращаюсь К тому разговору Когда Есть у нас же Все-таки Открытый Такой класс GT Open Куда приходит Много людей Из тайм-атак Ну как много Условно много людей Мы надеемся Что их будет больше Пока двое Главная загвоздка Подготовка автомобиля Для того Чтобы участвовать В GT Open Нужен хоть какой-нибудь Каркас безопасности Это довольно Дорогое удовольствие Поэтому Вот собственно Это единственное Препятствие Потому что Желание конечно есть А возможности Пока не очень Как нам рассказывал По-моему это был Макс Черниченко У него есть Любимая Subaru Он говорит Если я поставлю У него каркас Я не смогу Ездить по обычным дорожкам Ну по городу Фактически Это будет только Спортивный автомобиль Ну совершенно верно Потому что В автомобиле с каркасом Нельзя передвигаться Без шлема Не ну то есть Если будете одевать шлем То можно конечно И по городу ездить Но поверьте В четырехточечных Ремнях и шлеме Вы не сможете ехать По городу Вы просто ничего Не увидите В зеркала То есть Это единственное Мое препятствие На пути к тому Чтобы сделать шаг Профессиональный спорт Наверное Это как раз Не единственное Это больше Общий бюджет Потому что Постройка автомобиля Это в общем-то Немножко другие деньги Чем один каркас Ну все равно Даже для тех тайм атаков Чтобы выиграть Но вы по-любому Вкладываете не только Душу и любовь Но и финансы Какие-то Время Надо же как-то готовить Ведь не так же Съехал с трассы И сразу на тайм атак Или именно так и происходит Нет Ну естественно Что идет подготовка машины Просто единственное Что Тайм атака у нас тоже Как бы Только начал развиваться И в Ассуте Там он Два этих года Он в общем-то Наверное только Более-менее сформировался То есть До этого были там попытки Но Такие разовые Насколько я помню Естественно Пока он Изначально Организовывался То есть Все это было Тоже на уровне Большинство людей Приехало на своих автомобилях На которых ездят по городу Поставили другую резину И вперед на трек Бить рекорды То есть Уже через два года Появились Ну Наверное мы даже были первыми Которые начали Сотрудничество С той же Компанией Атомик И представлять уже Как бы Контору Которая занимается Тюнингом Постройкой автомобилей То есть Они готовили нашу машину И Какое-то у нас было Там Совместное Сотрудничество Это Редлайн Редлайн Это бренд Автомобильных масел Спортивных Которые Представляла Ну Представляет Компания Атомик На Украине Ну Да Мы уже были Как получается В общем Лицом компании Ну Опять же Это начиналось Вот На личном знакомстве Мы Хорошо знаем Ну да Олега Кучерова Которая непосредственно Управляет Украинским офисом Атомика И Как бы На каком-то Начальном этапе Я сказала Олег смотри Мы вот тут Все подряд Выигрываем Давай Мы может Как-то поработаем Вместе Ну Давай Давай И началось Да С там Какого-то Минимального Брендирования Машины Для ралли Чайка Еще В 2012 А потом Весной 2013 Года Мы вот Уже Сделали Полную поклейку Автомобиля Вредлайн Тоже У Олега Просто был Уже эскиз Автомобиля Который он готовил Когда-то для себя И вот Использовали Эту заготовку Для нас Ну Заготовка Реально красивая Крымовые По-моему Тоже были Да Мы уже в Крыму Поехали Первый выезд Весной 2013 года Откровенно говоря Не только Победа Но именно Внешний вид Он собственно Тоже сыграл свою роль Вот Яркая машинка Красивая была Победа там Как раз не получилось Мы просто выиграли Все спецучастки Но там Были Там было много разных Разговоров Насчет штрафов Нельзя бы превышать Определенную скорость На допов Там какие-то стояли Мы слишком быстро ехали Назовем это так Нет Они считали банальную Среднюю скорость То есть от старта До финиша Наша средняя скорость На одном из спецучастков Превышала 90 км в час Вот за это Нас и оштрафовали Я это вспомнил Только тогда Когда вы начали Отступать в сторону Для меня Почему-то запомнилось Именно Выигранные Спецучастки Это была Действительно Очень классная гонка Уникальный опыт И Ну Если бы Была возможность Участвовать Еще в подобных мероприятиях Однозначно Да То есть там Можно найти Любые средства Для того Чтобы поехать Кстати А Ну там же тоже каркас Я хотел спросить Про горные гонки Нет В горных гонках Любители пускают Ну ас только в том Что туда очень далеко ехать В Крым Мы поехали тогда На своем автомобиле Только потому что Угроза Лизнеца Тогда возила Вагон-автовоз И машину Мы туда доставили Ну Считай как на Лафете Только При помощи Общественного транспорта На поезде Это Дешевле Проще и удобнее Чем ехать своим ходом Настолько далеко от Киева На Западную Украину Такого сервиса нет А дороги оставляют Желать лучшего Поэтому Ехать на Эвике Там 700-800 километров У меня мысли есть Насчет горных гонок И Есть вещи на что поедем Регулярно мы ездим На горные гонки Но там Плохие дороги Только уже Когда начинаешь приближаться Непосредственно к трассе А так Киев-Чоп Отличная трасса Зимняя гонка планируется У них там 13 февраля Я об этом уже Зимой вершины Сильно задумывался Потому что снега зимой В Киеве сейчас не дождешься Очень сильно хочется Да Там Ниженков обещает Ниженков обещает Что будет снег Он его лично будет утаптывать Ну и потом Чем хороша горная гонка Можно ехать вдвоем На одном автомобиле Ну да Это тоже очень бюджетно В принципе Опять же после этого Там кубок Ролейный кубок Можно сэкономить На логистике Оставшись То есть есть куда расти Собственно Нет это очень интересный вариант С точки зрения То есть если бы Не дальность поездок И как бы сложности А сколько там той дальности Ну не скажите Цены на бензин Заставляют задуматься Глаз на иншидорах Я к тому что Ваши планы Категорически не исключают Простое Да вот В наступающем сезоне Наступившем То есть какие-то планы Все таки вы вынашиваете Можно так В двух словах хотя бы Ну кроме горной гонки Этому понятно Февраль горная гонка Я уже записался Может быть Это далеко не факт Ну тайм атак Продолжите да Скорее всего Тоже неопределенно Потому что в принципе Не хочется опять же Завязываться опять на серии Потому что Ну как бы ехать Уже там Третий сезон В одном этаже классе Немножко Скажем так Становится неинтересно Поскольку все таки Хочется тоже какого-то прогресса Прогресс Это железо Это постройка Совершенно другого автомобиля Переход Более Опять же Либо под этот же класс сделать Но это нужно опять же Вкладывать средства Чтобы соответствовать Либо переходить в следующий И Сопоставление этих затрат Ну Как раз вот уже Тут сразу наступают мысли В сторону того же Джетти Опен Поскольку Плюс-минус Соизменимо построить Хорошую машину По тематам Либо поехать В то же кольцо Уже более-менее Что-то Ближе к настоящему спорту Тоже хорошо звучит Да Ну Либо Опять же Почему не хочется На ней Зацикливаться Потому что Действительно Можно выехать Куда-нибудь Еще Что Если Ты едешь Серию Ты уже Завязан На ней Ну Если ты Какой-то серф Перед собой Ставишь То Тяжело Как бы Уже Помимо Одной серии Где-то Ехать Часто Это Расходы Это Все Логистика Как правило Если ты уже Залезался На одной серии То Куда-то Уже Поехать Дополнительно Будет Сложно Наст Тоже Поедешь Куда-нибудь Я Вообще Никаких Планов Не строю То есть Может быть Как в прошлом году Выезжать В Полтаву Ну Так Да Есть же еще Полтавский Там и так Проходит Он еще В Николаеве Там В ту же Одессу Можно пообщем-то Поехать на Кольцо Скажем так Наверное Эти варианты Сейчас Больше рассматриваются Поскольку Ну Каких-то Хочется Новых впечатлений Плюс Это здорово Что-что Это здорово Это хорошо Плюс Вот Есть надежда Что Леонид Протасов Все-таки Разродится В серии Ралли Чайка Он давно Об этом говорит И пытается И как бы Единичные Ралли Чайка Все-таки Проходят Вот ждем Что может быть С этого года Он все-таки Действительно Сделает серию Это будет интересно Потому что Для любителей Это очень хороший формат Поскольку Тайм-атак Он все-таки Требует Ну Тут есть два подхода Либо ты пришел Приехал на автомобиле Котором ты ездишь По городу Поставил колеса И поехал кататься И в общем-то Соответственно Примерно такими же Будут результаты Ну то есть Это все так Скажем Базовый опыт Если человек Уже в этой теме Там несколько лет Естественно Ему хочется Каких-то результатов И хочется Какого-то движения А это уже затраты Это уже постройка автомобиля Это серьезная подготовка Поскольку Чтобы быть конкурентным Нужно вкладывать Серьезные средства Естественно Что тут уже Становится вопрос То есть Рациональность Этих Скажем Вложений А тот же формат Ралли Чайка Он более Демократичный Поскольку там Машина резина Машина резина И бензинный Вперед Больше всего Зависит уже От пилотских способностей От экипажа И так далее А мне вот интересно Вам как людям Которые вот изнутри Которые вот Всем этом варятся Как вы чувствуете Хорошие перспективы Потенциал Вот у этого движения Не загнется Любительский афтоспорт Сейчас сложная ситуация Потому что Мы абстрагируемся Об сложной ситуации Не-не Я абстрагируюсь Как раз от общей Об сложной ситуации Я про внутреннюю Кухню больше Потому что Сейчас как раз Скорее желающих Ездить больше Чем желающих Организовывать гонки И в этом Наверное Главная загвоздка Потому что Собственно Почему Та же Полтава Потому что Полтаве Просто прекрасные Ребята Организаторы Которые Стараются Сделать Своё Мероприятие Интересным Удобным Приятным Для гонщиков И там Уже даже Не смотришь Ни на какие Разходы А просто Едешь туда Для того Чтобы получить Гарантированно Хорошие эмоции А В Киеве Как-то Вот Последнее время Особенно Действительно Кроме Тайм-атака И ралли-чайка Больше ничего И не осталось Хотя раньше Было довольно Много разных Других Организаторов Я еще Помню Субару Опенкап Там Гонки Которые Делал Мамк Ну Факцию Еще пытаются Что-то Пытаются Делать Но Как-то С организаторами Больше проблем Чем С Участниками Хотя С другой Стороны Бывают И нередко Такие случаи Когда организаторы Что-то Хотят сделать А канал Не собирается Какой-то Противофаз Получается Да Как-то Вот Как-то Так Но В целом Хотел бы услышать Что в целом Все хорошо В целом Я думаю Если организаторы Поймут Главную вещь Что Для любителей Важно Чтобы Гонки Не были Убийственными Для техники Потому что Человек по незнанию Может один раз Поехать В такое соревнование И потом скажет Нет Все Извините Но Я тут больше Не издок В таких Жестких Условиях Для этого Нужно Очень хорошее Понимание И умение Готовить дорожку Специфическую Под любительскую Технику Так чтобы Было и ехать Интересно И машина Не страдала В свое время Когда На больших Площадках Выставочного комплекса В Чубинском Может быть Вы знаете Там проводили Хонда Опенкап Там проводили Еще какие-то Другие мероприятия Я сразу признался Что для меня Это пробел Белое пятно Там Действительно Три очень большие Асфальтированные площадки Связаны между собой Дорожками Для любителей Там можно Сделать Два Три До трех Километров Спецучасток Скоростного Маневрирования Скорее Уже не слалом Но еще не ралли В зависимости От организатора Там могло быть Очень интересно Допустим Когда это делала Хонда Мафия И в частности Тарас устроил Ивана Ставченко У него есть понимание Потому что Он участвует В профи Ралли Он делал интересную дорожку Приезжали другие ребята И казалось бы На том же самом месте Делали что-то такое От чего потом Грубо говоря Все любители плевают Да чтоб я Да еще раз Да вот нет Соответственно Это специфические умения И скорее тут надо Самому Провести Количество километров За рулем Любительского автомобиля Чтобы понимать Какой ретардер Будет интересно ехать А какой ретардер Будет вызывать Только негативные эмоции Конечно Любители об ретардер Должны Потому что Техника серийная Бескаркасная Скорость надо ограничивать Повышать И безопасность повышать Соответственно Но У конфигурации трассы Тоже есть куча-куча нюансов И к сожалению Немного организаторов Которые понимают Какая именно трасса Нужна любителям У меня кстати Родилась только что Такая аналогия Не знаю Несколько удачная Или нет Я думаю Применительно И к любительскому Атоспорту И к профессиональному Значит Для меня это похоже На Вот когда В квалификации Пилот пытается Ну в большом спорте Мировом Собрать Лучшие сектора И у него на одном круге Получается там Первый, второй сектор хороший А на другом Третий Вот Класс Когда собрал все сектора Когда ты И организатор хороший И наполнение И спонсор Подтянулся Вот По отдельности Вроде бы как все есть Осталось только все вместе Совместить Как было в 2010 году Когда был Subaru Open Cup Тогда вот Все что вы говорите Сложилось вместе Был титульный спонсор Subaru Украина Были интересные Гонки По всей Украине Киев Львов Харьков Одесса Чернигов И Был канал Ну Тогда был канал Порядка больше 70 машин Причем Онлайн регистрация Расходилась меньше Чем за час Здорово Ну то есть потенциал есть Сектора есть Осталось их собрать воедино Потенциал в принципе Любитель достаточно большой Даже взять по тому же Тайм-атаку Посмотреть Что часто Этапы выглядели Немножко Ну по-хорошему Даже красочнее Чем кольцевые То есть По насыщению По количеству участников Машин То есть И количеству зрителей Количеству зрителей С языка сняли Такое хотел сказать Что на трибунах Собственно Поболее То есть есть интересы И участников И зрителей В общем-то Хотя будем откровенными Тайм-атак для зрителей Очень странная дисциплина Раз в пять минут Машина прожужжала Возле одного поворота И что он там Кольцевое ралли Либо квалификация Это квалификация Чистой воды С другой стороны Тот же ралли Чайка То есть Сюда тоже собирают Хороший большой канал То есть Как правило У них никогда не было проблем С недостатком Желающих Там скорее наоборот От избытка желающих Могут сократить допы Потому что Не хватает времени Ну я не перестаю С оптимизмом Смотреть в будущее Я думаю Что мы эти сектора Будем собирать Все вместе И у нас будет Хорошее будущее Автоспортирное Мы очень надеемся на это Ну а заключение Я хотел бы попросить Вот мы На предыдущем эфире С С Николаем С Николаем Встречались И я предложил ему Упоминать Именинников Которые были За прошедшие дни В тот момент Я это спонтанно Придумал И поэтому Не всех упомянул Вот сегодня Я там внимательно Пострел в тех запях Которые у меня были Я вот Оказывается В прошлый раз Не упомянул Оксану Александрову Благодарю С днем рождения Недавно У Андрея С языка Кстати привет Андрею Я насколько помню Пару лет назад Попал в тяжелую аварию Повредил себе То ли шею То ли что Я думаю Он вернулся Мне будет Позвонить Сергей Лукомский И Дмитрий Роткевич Вот я сейчас нашел Что были такие именинники Я вам предлагаю Поздравить именинников С днем рождения Да Что-нибудь пожелать Всем самого наилучшего И сегодня кстати У Виталия Лукиника Это один из Бывших любителей Теперь он уже Воспитывается У сына профессионал Но там дрифт Чуть-чуть другая Видите И заодно Кстати Коля Кольчук Точно так же вспомнил Несколько людей Которых я не знал И упомянул Поздравили Спасибо Фейсбуку Если бы не напоминали Напоминаю Также у Димы Филина Тоже в общем День рождения сегодня Да ладно Серьезно? Здорово Так что всех поздравляем Желаем успехов Ну и вам тоже успехов Большое спасибо Быстрых секунд И хороших секторов Стараемся Спасибо Спасибо всем Кто был с нами Спасибо нашим Гостян Я надеюсь Не последний раз До встречи На наших волнах Всего доброго С нами Радио про формула Если ваша стихия Скорость Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова